МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. -"11.06 в Кирове". Сегодня среда. В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. И это программа -"Урбан". -"Как сделать наш город лучше"? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам. В 11.06. Сделаем наш город лучше. Вместе с системой Глобус. 14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума Киров и Ростелеком подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проекта Умный город. Свои подписи под документом поставил губернатор Игорь Васильев, глава администрации города Кирова Илья Шульгин и президент Ростелеком Михаил Осиевский. Что такое Умный город? Что именно будет реализовано в нашем областном центре? Как чего хорошего получат от этого горожане, от внедрения вот этой программы? Мы попытаемся в этом сегодня разобраться в рамках программы Урбан и для этого пригласили наших гостей. Во-первых, есть человек, который поставил подпись свою под этим документом. Шульгин, глава администрации Кирова в нашей студии. Илья Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. И Евгений Валов, директор кировского филиала ПАО Ростелеком, компании Ростелеком. Добрый день. Добрый день, Евгений Владимирович. Илья Вячеславович, подписано было два документа, насколько я знаю, с Ростелеком, или два проекта в рамках этого документа? Ну, в рамках этого документа подписано соглашение о развитии системы Умный город. И это такое общее название, потому что на сегодняшний день на уровне Российской Федерации в рамках Минстроя эта программа очень серьезно развивается. Но поскольку это укладывается в национальный проект цифровой экономики, цифровизация так называемой, то на сегодняшний день это такая молодая, довольно бурно развивающаяся отрасль, где каких-то вот сложившихся, каких-то канонов, стандартов пока нет. Есть формальные документы, которые выходят из Минстроя, мы с ними работаем, составляются паспорта проектов. И те возможности, которые сегодня можно применить, в том числе у нас в городе, как раз вот о работе в рамках этого проекта это соглашение и подписано. И если говорить, например, о том, как мы можем оперативно стартовать по этому проекту, то здесь мы находимся в очень выигрышном положении, потому что на сегодняшний день, как вы знаете, с ПАРО «Ростелеком» у нас уже заключен энергосердийный контракт. И вот как раз буквально, начиная с этой недели, начинается массовый монтаж светильников, начинается массовая замена освещения в городе. И новые светильники, которые оснащены в том числе радиопередающими датчиками, они позволят создать определенную платформу, на которой можно будет в том числе располагать определенные сервисы, относящиеся к умному городу. А какие они будут? Ну, я думаю, сейчас мы как раз это и обсудим. Можно я вот уточняющий вопрос задам? Элементы умного города. Есть какой-то обязательный список прописанный? Должно быть это, 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 это. Обязательно. Или каждый город сам выбирает набор вот этих функций? Вот это, наверное, Евгению Владимировичу вопрос. Давайте попробую ответить на этот вопрос. Ну, я вам больше скажу, что, скорее всего, только вот Илья Вячеславовна вам все сказал. Перечня утвержденного настоящего у меня тут жестко нет. Понимаете, это все бурно развивается, и это как рослик за морковкой бежит. То есть мы бежим, появляется все что-то новое, новое, новое. В целом я бы обобщил, что умный город – это создание умного города, это создание дополнительного комфорта для жителей с использованием, допустим, современных технологий. Можно сказать, в общем, так. То есть умный город также вложится в концепцию комфортной городской среды абсолютно. А может и концепция городской среды комфортной вложится в умный город. То есть вот чтобы такого жесткого нормативного перечня, но его нет. Его даже, вот я больше не уверен, что Минстрой, как только его утвердит, согласую, подпишет, то уже к этому моменту появятся дополнительные сервисы, которые ложатся в эту основную концепцию и надо будет корректировать. Но мы должны процитировать здесь господина Чибиса, заместителя главы Минстроя Российской Федерации. Андрей Чибис дал большое интервью, где вот разъяснял как раз внедрение технологии умного города в Российской Федерации. Ему тоже журналисты задавали вопросы, а когда этот список, когда будет понятно. Вот он сказал, что и в какую сумму все это будет укладываться. Значит, Чибис сказал следующее. До конца марта Минстрой должен получить все утвержденные региональные программы, где будут отражены мероприятия умного города и объемы финансирования. Цифра общего объема будет понятна нам в начале апреля. Со своей стороны, и это важно отметить, Чибис говорит, мы будем поддерживать субъекты, выделять большие средства на городскую среду по 2024 год включительно, и на эти цели уже предусмотрено 269 миллиардов рублей. Это для всей Российской Федерации. Это большие деньги. Но он говорит, что именно успешность внедрения технологий умного города будет одним из критериев по выделению средств городам в рамках комфортной городской среды. Вот это новшество. Вот этого не было раньше. Светлана Владимировна, но этого не было. И вот когда такие появляются, я считаю, добрые вести, это в меня лично населяет большой оптимизм. Почему? Потому что, вот я говорю, мы по отношению, например, ко всем остальным городам, я сейчас не беру, там какие-то миллионники, а вот именно города нашего формата, там от полумиллиона до миллиона жителей, областные центры, там краевые центры. Середнички такие, да, получаются? Да, ну вообще вот та работа, которая проведена за последний год, она как раз нам позволяет очень, так скажем, плавно и очень своевременно в эту программу заходить. Потому что уже платформа у нас будет к первому сентября, то есть монтаж всех светильников у нас закончится к первому сентября. И мы реально получим определенную платформу, на которую можем сервисы эти размещать. Ну, понятно, что свет не клином сошелся только на этих датчиках, то есть понятно, что умный город – это система гораздо более всеоблемящая, но, по крайней мере, сюда уже можно будет, это уже будет мощный элемент, который можно задействовать. Если говорить в целом, ну, чтобы от общего понятия умный город перейти к каким-то частностям, что это такое? Есть вообще две задачи у федеральных программ. Это безопасность населения и комфортное пребывание на территории. Поэтому здесь, в любом случае, мы будем смотреть на развитие системы «Безопасный город», которая сегодня, ее элементы уже у нас есть, ее нужно развивать. Это камеры по всему городу, которые фиксируют различные нарушения, правонарушения там и так далее. То есть это, в принципе, система, которой пользуются наши правоохранительные органы. То есть это просто камеры записывающие, или это вот система распознавания лица, о которой сейчас речь идет в Москве? Вот это дальше уже. То есть пока это система камер. Дальше, я думаю, либо с Ростелеком, либо с кем-то из телеоператоров, потому что у нас, в принципе, компаний достаточно, которые сегодня очень остро конкурируют на этом рынке, именно вот этих программ, это распознавание лиц, распознавание номеров машин. Дальше, это может быть распознавание, на самом деле, чего угодно, вплоть до того, что на определенных участках, где у нас проходят лесоводы, можно распознавать, какой лес везется. Серьезно? Какой объем лес? Это серьезно. Это вполне серьезные вещи. То есть это визуальный весовой контроль, контроль движения на дорогах, это контроль парковочных пространств, это контроль ситуации, где у нас сложные, скажем, пешеходные переходы, безопасность пешеходов. Если говорить, например, дальше, отходя от безопасности, от камер, то если говорить об умном городе, то это прежде всего более сведение, так скажем, в один поток информационный всех систем, которые так или иначе учитывают различные ресурсы. Это, если касаться многократненных домов, то это учет электроэнергии, газа, воды, канализации, тепла. То есть это как раз та задача, которую мы собираемся решать совместно с Ростелеком, потому что требуется переведение всех датчиков в цифру. Многие счетчики сегодня аналоговые и требуют серьезной проработки. Ну, то есть это сегодня вот те паспорта, которые мы готовим для Минстроя, туда вот все, что я говорю, то все входит. И как раз вот сегодня, почему вот Андрей Владимирович говорит, что к апрелю мы должны вообще определиться объем мероприятий, которые необходимо вообще по всей России провести, потому что на сегодняшний день отрасль развивается, у кого-то что-то уже есть, какие-то наработки есть. Сегодня вопрос правильно интегрировать это все в одном месте, в Минстрое, и создать типовую архитектуру умного города, ее формализовать и потом уже ее последовательно реализовывать. И мы сегодня за счет того, что вот определенный задел был сделан совместно с Ростелеком, я рассчитываю, что вот и благодаря тому соглашению, которое подписали в Сочи на сочинском экономическом форуме, я думаю, что мы сумеем создать для себя, вот как для города определенные преимущества и в этой программе идти в числе лидеров. Прервемся на полминуты. Напоминаю, у нас в студии Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, и Евгений Валов, директор кировского филиала Powerhouse Telecom. Мы разбираемся в технологиях умного города поподробнее после короткого перерыва, где конкретно что возникнет уже в этом году. Итак, напоминаем, мы разбираемся в проекте «Умный город», который уже начал реализовываться в нашем городе, поскольку вот энергосберегающий контракт, заключенный между Кировым и Ростелекомом, уже с этой недели реализуется физически, происходит смена ламп. И, кроме того, напоминаем, что был подписан 14 февраля в Сочи, было подписано соглашение между Ростелекомом и Кировым по внедрению других технологий в нашем городе. Вот в общих чертах, что почему мы в этот проект входим, мы объяснили. Теперь хотелось бы пройтись по элементам. Вот, отталкиваясь от того же интервью господина Чибиса, мы смотрим перечисленные им вещи, которые составляют основу умного города. Первая безопасность, Илья Вячеславович об этом уже сказал, с технологией распознавания лиц. Дальше технология умного освещения, это то, что у нас сейчас уже реализуется. Это то, что у нас монтируется. Фонари. Технология умных остановок, во сколько придет тот или иной транспорт, можно будет выйти в интернет, зарядить телефон, вызвать экстренные службы специальной кнопкой. Пока вот не спрашиваю, будет ли у нас это или нет, просто перечислю. Технологии в ЖКХ, в частности, на время летних ремонтов в теплосете, оптимизация переключения запорной арматуры, сократить сроки отключения горячей воды, интеллектуальное управление дорожным движением, оценка трафика, умные светофоры, анализ загруженности общественного транспорта с помощью устройств, считывающих проездные, можно понять, на каких маршрутах нужны автобусы больше, нужны автобусы большей вместимости, на какой меньшее. Бронирование парковок. Это актуально для крупных городов, подчеркивает Чибис, но мы должны узнать, что у нас, в конце концов, с парковками, потому что, если бронирование, значит, платные. Вот из этих основных элементов, что в Кирове планируется реализовывать? Что у нас в паспорте, который в Минстрое прошел защиту? Ну или что в первую очередь мы будем делать? Ну вот все, что перечислено, это, в принципе, оно априори предполагается, что будет у нас делаться. Если говорить, например, о безопасном городе, то сегодня элементы этой системы, они уже есть. Вопрос только, как мы скоро внедрим, допустим, систему распознавания лиц. Потому что, например, в Татарстане у коллег такой опыт уже прошел, и он принес первый результат, совершенно неожиданный причем. То есть, ну вот был блок видеоновостей, где коллеги из Татарстана, введя эту систему распознавания лиц в Челнах и в Казани, были привлечены к ответственности люди, которые давно находятся в федеральном розыске, и они спокойно жили, как обычные граждане, там кто-то пошел в магазин, его лицо было идентифицировано, приехал наряд полиции, и просто человека, так скажем, забрали, который там уже много лет скрывается от правосудия. Ну ладно, хоть так, а то я думала, вдруг у кого-нибудь тайна своя какая-нибудь личная жизнь, и человек потом пошел в суд, подал, потому что его где-то там засняли. Где-то там. Ну, понимаете, вот личная жизнь, вот сегодня в век такой вот очень мощной цифровизации, когда у каждого из нас с собой источник, ну, телефонный источник передачи данных, на котором хранится в том числе личная информация, и мы неоднократно периодически узнаем из сетей, что там кто-то из знаменитых подвергся атаки, и там его личные данные были обнародованы. Я думаю, что просто каждый сегодня понимает, что он никоим образом, по большому счету, не защищен, и нужно свою личную жизнь выстраивать таким образом, чтобы не было мучительно больно и стыдно за какие-то выявленные данные. Ну, или прятаться получше. Ну, или да, то есть, или быть более профессиональным с точки зрения эксплуатации всех наших гаджетов. Но то, что касается элементов безопасности, которые будут расположены на опорах освещения, те самые тревожные кнопки, упоминал эти тревожные кнопки, вы упоминали эти тревожные кнопки в пресс-релизе, это тоже есть. Это практически, вы говорите, что на каждой опоре освещения будет тревожная кнопка, возможность контроля за работой техники уличной дорожной сети и города. Вот эта тревожная кнопка становится определенным мемом сейчас в интернете, именно в связи с тем, что каждый из нас имеет, собственно говоря, вот гаджет в руках, у нас тут на столах у всех лежат гаджеты, и люди спрашивают, зачем тревожные кнопки на столбах, если у тебя есть гаджет, и если тебе нужно позвонить и вызвать какую-то службу, ты позвонишь. Кто пояснит, зачем тревожные кнопки на столбах? Светлана Владимировна, во-первых... Это вот не смешно, это вот то, что сейчас обсуждают, правда. Она сейчас обсуждают, понимаете, было сказано не так, что на каждом столбе появится тревожная кнопка. Было сказано о том, что данная система предоставляет разные возможности, в том числе можно рассмотреть вот такой вариант применения. Для чего нужно? Ну, представим, ночной город. Напали тёмные какие-то личности, отобрали телефон, сумку, всё, что угодно. И вот вы один посреди ночного города. Может быть, она и пригодится. А, возможно, нужна помощь медицинской? Возможно, медицинская помощь понадобится. Кто-то там не может дозвониться до соответствующей службы, что-то ещё. Ну, то есть, понимаете, это не есть какая-то аксиома, это один из возможных вариантов использования данной системы. Да, Евгений Владимирович, вот эта система с тревожными кнопками где-то уже реализована в каком-то городе? Да. И как она себе показала, если реализована? Ну, статистики пока у меня нет. У нас реализуется в нижней ноге, говорит, и пилот, это умные остановки. Там, в том числе, вот... Кнопки экстренного вызова. Экстренного вызова, там кнопки присутствуют. В настоящий момент пока я не готов ответить статистику и использование. А насчёт того, что заменить тревожные кнопки гаджетом, ну, Леонид Вячеславович сказал, это один из вариантов. Второй вариант, поверьте мне, в экстренной ситуации вы даже в кнопки не попадёте на смартфоне набрать туда 112. Да, здесь очень важный момент на самом деле. Вот вчера обсуждали с коллегами, они говорят, что вот будки, которые у нас стоят, по городу, где пост, да, патрульно-постовой службы, в общем, и МВД, они тоже снабжены кнопками, но никто из нас о них не знает, на самом деле, никто к ним не подходит и туда не нажимает. Поэтому здесь ещё вопрос информационной политики, которая должна будет разъяснить людям, что, собственно говоря, смонтировано и для чего это предназначено. Понимаете, вот если говорить вообще о тревожных кнопках и о каких-то вот уличных приспособлениях, то сразу возникает вопрос о том, что вот вандалы будут на них нажимать, это будет целый переполох по городу. Я могу сказать, что, например, в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, которая, ну, во всём мире признана, что это такая достаточно комфортная страна для пребывания населения. И там я могу сказать, что повсеместно установлены, например, такие простые вещи, как дефибриллятор. В случае возникновения ситуации тяжёлой, с сердечным приступом и так далее, кто-то там в обморок упал, сердце остановилось. То есть, и это повсеместно, это в торговых центрах, в разных общественных местах, в том числе тревожные кнопки. Повсеместно до сих пор работают наземные телефонные линии, которые эксплуатируются гражданами. То есть, понимаете, это вот элемент определённый, который, ну, зачем нужен на улице телефон, наземные линии, если есть у всех мобильники. Но почему-то ведь в США не отказываются от этой идеи, и это активно используется гражданами. То есть, вот, если говорить о развитии умного города, то, поверьте, нам предстоит довольно много интересных открытий. Сделать, как нам обустроить своё жилище, свой город так, чтобы это было удобно, безопасно и понятно для использования. Давайте поговорим о бубных остановках. Вот уже господин Валов сказал, что пилотный проект в Нижнем Новгороде был реализован. Ждёт ли Киров реализация такого проекта, и в какое время, в каком объёме? Мы готовимся к реализации этого проекта. Сегодня с коллегами, ну, условно, у нас посчитаны все остановки, мы понимаем, что, ну, кое-где у нас на остановках даже остановочных павильонов нет. Поэтому сегодня, опять же, мы находимся в таком положении, так скажем, на низкой базе. То есть, у нас сегодня эта система очень сильно неразвита, недоразвита. И как раз вот развитие системы «Умный город», я думаю, позволит нам довольно быстро прирасти достойной инфраструктуры именно вот остановочных павильонов, которые позволят гражданам комфортно себя чувствовать в любой точке города. Сколько у нас остановок в городе? У нас чуть более 600 остановочных остановок. Когда вы говорите «позволят гражданам комфортно себя чувствовать», что вы имеете в виду? Как вы себе представляете, должен выглядеть этот остановочный павильон? И самое-то главное, это будет или нет? И когда? Это будет обязательно контуры этой системы. Я думаю, что мы обсудим и утвердим уже в этом году. Что значит «обсудим и утвердим контуры»? Вот понимаете, какой должна быть остановка? Потому что можно поставить сваренный из железа остановочный павильон и профнастила, который будет защищать от снега, дождя и ветра. Можно поставить остановку, которая будет позволять заряжать мобильные телефоны. Можно поставить остановку, которая будет нести какую-то информационную нагрузку. Можно поставить остановку, где будет аппарат, который будет за деньги выдавать какие-то, я не знаю, чай, кофе, снеки. Можно поставить остановку, которая будет полностью теплой. В Татарстане, например, в Казани поставили тёплую остановку, по всем этим средствам массовой информации эта информация разошлась, и там это тёплый павильон, в котором можно находиться столько, сколько... Граждане бездомные там не пользуются? Можно-то можно, а что будет? Вот поэтому я говорю, то есть тут вопрос создания необходимого и достаточного, поэтому если говорить об остановках всех 600, то понятно, что какие-то остановки имеет смысл нагружать, ну, допустим, теми же самыми рекламными табло, потому что там достаточно большой трафик, они находятся в центре, и есть экономический смысл это делать. А какие-то окраины остановки, там достаточно просто поставить информационное табло, которое будет оповещать о времени прибытия того или иного автобуса, поэтому однозначно они должны выполнять главную функцию защищать от погодных условий, чтобы люди, особенно там пожилые и дети, могли защититься в случае непогоды, ожидая транспорт. Ну и в остальном это уже вопрос, на какие остановки, какие опции разместить, чтобы это было, ну, еще раз говорю, принцип необходимости и достаточное, чтобы он соблюдался. Евгений Владимирович, вот два вопроса. Первый. По Нижнему Новгороду там реализован этот проект, да? Он реализуется. Реализуется. Насколько много там сейчас таких остановок? И как они выглядят? Как они выглядят, что там есть, да? И второй вопрос, это все-таки в рамках государственно-частного партнерства, насколько активно бизнес на это идет? Так нет, сам вся идея-то в том, что городской бюджет на этот не должен тратиться. Вот Илья Вячеславович вам аккуратно сказал, что в зависимости от трафика, да, от нагруженности остановки, от ее посещаемости и все прочее, будет и вид этой остановки, что она функционал какой-то будет нести. Ну, я не знаю, там... Приведите примеры, что в Нижнем? В Нижнем это красивая там остановка, в которой есть видео, во-первых, видеокамеры стоит, видеонаблюдение за действием внутри. Кнопка вызова, тревожная кнопка вызова наряда полиции, точки зарядок телефонов, Wi-Fi раздача сигнала там стоит. Плюс еще интерактивная целая стена стеклянная, да, в которой там есть информационное движение по... информация по движению автобусных маршрутов. И плюс можно, ну, как... Как как в планшете. Представьте, большой планшет, да. То есть можно нажимать, реально можно нажимать, можно постучать даже по большому счету. То есть изображение можно увеличить, можно уменьшить. Да, то есть можно зайти и посмотреть. Вот это такой идеальный большой вариант. А что значит красивая остановка? Вот понимаете... Я хочу понять. Для некоторых, правда, красивая будет из профнастила, потому что нет никакой. Вам вот Илья Вячеслав что-то сказал. Вот будем договариваться по виду. Нет, вы нам расскажите, какая в Нижнем красивая остановка. Как это выглядит? У нас в Урбане мы все время сравниваем. Давайте вот проще. Люди нас слушают. Зайдите на сайт, посмотрите. Там есть это анон. Мы сейчас сами это сделаем. Соответственно, да. И я пересказывать художественную картину, наверное, тяжело будет. Мы просто думали... Как тогда... Хорошо, у нас остается минуты до перерыва. Как тогда и к какому сроку вы просчитаете, где какая остановка в Кирове должна возникнуть? Я не знаю. Может быть, это даже не дело одного года? Нет, так далеко не будем уходить. Это точно. Я думаю... Я так понимаю, у нас уже направлен перечень остановок к нам с нагрузкой по трафику. Сейчас мы проводим работу по обсчету, по трафику, по обсчету рентабельности, по размещению там различных видов. И они будут разделены на какие-то категории? И для каждой категории будет разработан и внешний вид, и наполненность? И наполнение. Потому что это должно инвестору быть выгодно. А инвестор Ростелеком? Может быть, Ростелеком. Или другие привлеченные инвесторы? Конечно. Ну, мы находимся, как вы понимаете, в рынке, и вопрос обеспечения конкурентных мероприятий, процессов всех, он заложен в законодательстве. Поэтому понятно, что это будет в любом случае городом проводиться конкурс на все эти вещи. То есть еще предстоит конкурс. Разработка, требования, потом конкурс. Конечно. Я вижу картиночку, я опишу после рекламы. Урбан. Программа о городских проектах. Итак, Киров поумнеет, нам говорят. Будет реализован проект «Умный город». Мы начинаем разбираться в подробностях этого проекта. И уже сейчас понимаем, что проект находится в стадии разработки. И не только в городе Кирове, а во всей стране. Потому что заместитель главы Минстроя Андрей Чибис сказал, что только все-все-все там разработки, паспорта, окончательные предложения будут собраны в конце марта. И лишь в начале апреля будут понятны и объемы финансирования, и объемы строительства этих систем в разных городах. Поэтому даже вот мы с тобой из «Извести» взяли, да, вот это интервью. Там даже он не смог ответить тоже на вопрос журналистов, а в каких конкретно городах будет реализован. Потому что еще окончательно все не решено. Но уже точно понятно, что внедрение системы «Умный город» будет основой развития наших городов. И в том числе это будет основой выделения средств по программе «Комфортная городская среда». Я слышу, что у нас там, Аня, раздаются звонки в редакции. Потому что есть анонс, что сегодня Илья Вячеславович Шульгин у нас в гостях. Действительно так, глава администрации города Кирова здесь вместе с Евгением Валовым, директором кировской филиала «Палу Ростелеком». Мы, Евгений Владимирович, после первого часа отпустим, после того, как разберем «Умный город». А во втором часе будем принимать ваши звонки в прямой эфир. Но у вас прямо сейчас есть возможность зайти в нашу группу ВКонтакте «Эхо Кирова» и оставить там свои вопросы. Мы их обязательно засчитаем. Будьте, пожалуйста, корректны. Если предложение, то конкретное. Если критика, то тоже объективное. Если проблема, пожалуйста, оставляйте контактные данные. Совершенно верно. Давайте перейдем к «Умным перекресткам». Подожди, мы обещали слушателям рассказать, как выглядит «Умная остановка». В Нижнем Новгороде первая «Умная остановка», которая установлена, ну, может любой человек в Яндексе найти, это металл и стекло. Задняя стеклянная стеночка, боковые металлические, металлическая крыша, металлическая лавочка. Меня не может не радовать, они не выделяются, не кричащие эти остановки, не разрушают городскую среду по внешнему виду. Вот, они выглядят достаточно скромно, там есть большой интерактивный экран, там есть вот это вот табло, которое у нас установлено на электронных остановках. Я бы сказала лаконично. Не скромно, а лаконично. Нам бы такую скромную остановку. Я спрашивала наших гостей, есть ли подогрев сидений на этой остановке, потому что лавочка металлическая. Человеку никогда не бывает много. Ну, вот Илья Вячеславович говорит, можно сделать деревянную. Ну, вот то, что у нас получилось, скажем, при оборудовании катков, то есть для меня вот это был немножко неожиданный такой момент, что при посещении катков всем горожанам понравилось то, что мы поставили деревянные скамеечки на бортике. И это вот, ну, это, условно говоря, там ничего не стоит, но намного комфортнее, приятнее оказалось людям. Поэтому здесь, я думаю, все очень просто решается. И здесь, если уж металлические скамейки, то можно и деревом их обшить. Это тоже не будет стоить каких-то больших денег. Евгений Владимирович хотел... Я, да, я хотел вам сказать, что как только вы описали эту установку, то тут же все слушатели разделились на два лагеря. Кому-то уже нравится, кому-то уже не нравится. Они еще зайдут, подождите, картинки, посмотрят и в комментариях потом напишут. Так, давайте перейдем к перекресткам и умным светофорам. Вот у нас система умный светофор стоит на пересечении двух центральных улиц. Насколько я понимаю, это Октябрьский проспект и улиц Воровского. Но эта умная система не включена, она не работает. В общем, ей никто не пользуется и не анализирует. А тем не менее, во все паспорта всех городов вот эти умные перекрестки забиваются как основа, собственно говоря, регулирования трафика. Умный перекресток это что? Умный перекресток это комплекс, целый комплекс устройств, которые отслеживают основную, это нагрузка трафика транспортного потока на данном перекрестке и, соответственно, управление. Но вот тут вот внимание, не светофором на этом перекрестке, а целым, я бы сказал, участком автодороги, который влияет на этот перекресток. То есть недостаточно только этот светофор отрегулировать, анализировать ситуацию со всех сторон. Уважаемые перекрестки едут машины. Перекресток даже с глаза закрывать не надо, чтобы его представить. Представьте, в районе областной болезни ДТП, соответственно, у нас Октябрьский встает напрочь. У нас единственная с вами точка. Она анализирует, видит, что у нас Воровского стоит. Она начинает зеленый цвет давать на Воровского, чтобы пропустить Воровского, а Воровского не едет. Все. А потому что не учли. Она не учли, потому что надо учесть хвост, который свисает у нас в сторону юго-запада. Надо посмотреть в этот момент. То есть вот, поймите, создание отдельного такого человека. Мы создали один умный перекресток, и будет счастье. Нет, чудес не бывает. Евгений Владимирович, система по умным перекресткам, например, в городе Кирове, и тут же я подключаю Илья Вячеславовича, она уже рассчитана? На какое количество нам нужно будет точек? Или, может быть, какой район мы будем накрывать в первую очередь вот этими умными перекрестками? Значит, смотрите, если говорить, так скажем, всерьез про эту тему, то вообще сейчас мы рассуждаем о так называемой комплексной системе организации дорожного движения, КСОД. И эта система вот сегодня по контракту разрабатывается выигрышей по конкурсу компании. Рязанская, и вызывает много критики, конечно. Вызывает много критики, нам необходимо там многие вещи, так скажем, корректировать. Но, тем не менее, понимаете, любая система, любая новая система, она всегда будет вызывать много критики. Но ценность в том, что, по крайней мере, мы с учетом привлечения профессионалов, с учетом привлечения определенного софта, мы получаем цифровые данные по нашему городу, которые сегодня так или иначе сняты. И можно сколько угодно критиковать, но эту систему необходимо внедрять. И как раз вот, если говорить о комплексном подходе, то умные перекрестки как раз и должны быть зашиты в эту систему. Есть вообще у профессионалов высокого уровня, которых мы приглашали на переговоры, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и из Рязани. Понимаете, в вопросе применения умных перекрестков всегда публика делится на два лагеря. Одни говорят, что такая система – это панацея от пробок в городе, и можно ее эффективно эксплуатировать, но всегда жизнь выносит свои коррективы. А есть люди, которые говорят, что эта система, конечно, здорово, все на бумаге, но она не работает. Поэтому мы знаем, что вот в Москве, например, в институционных центрах люди сидят, сотрудники спецслужб ГИБДД и так далее, и вручную все это разводят. Хотя у них этот софт поставлен, но они его отключают, потому что видят, что софт не справляется. А люди это пытаются как-то оперативно в вручном режиме разводить. Поэтому сегодня у нас такой системы нет. Вот мы ее сегодня создаем, начинаем эксплуатировать, воспринимаем тот опыт, который нам предложит в том числе Ростелеком, либо какая-то другая компания. И сегодня, что рассудить, у нас нет этой системы. Вот мы сейчас находимся на пути ее создания. У новой критики, безусловно, будем учитывать такие самые, так скажем, острые, самые жизненно критичные замечания, которые очевидны, что мы как кировщане понимаем, что вот здесь такое предложение, оно не пройдет. Профессионалы нам доработают. Систему эту примем, начнем внедрять, будем эксплуатировать, и будет понятно, лучше стало, должно быть лучше. Будем надеяться на лучшее. Что касается парковок, вот все-таки, когда Чибис говорит о бронировании парковок, он уже, очевидно, говорит про действующие платные парковки с паркоматами. В крупных городах. Да, в Кирове, конечно, еще мы до этого вообще не дошли, мы еще только дискутируем на эту тему, но, кстати говоря, вот судя по нашим слушателям и нашим экспертам, дискуссия уже все-таки всклоняется в сторону того, что настала необходимость платные парковки внедрять, потому что, ну вот, все стоит и нигде невозможно припарковаться. Паркоматы, платные парковки заложены в паспорт умного города? Конечно. И если говорить, например, вообще о создании этой системы, то я могу сказать, что мы находимся в этом вопросе уже год, и мы это активно обсуждали и на первом нашем урбан-форуме. На сегодняшний день проведены переговоры и с Павел Ростелеком. Ну, с Павел Ростелеком мы находимся в том числе в соглашении, которое подписано в Сочи, и мы будем двигаться по вопросу разработки парковочных пространств. Кроме этого, мы проводили переговоры и с компанией Мегафон, и с рядом других компаний, которые предлагали в том числе комплексную систему организации дорожного движения. И, в принципе, вот в нашем городе выявлено достаточно места, где можно организовать платные парковки. А мы можем их перечислить хотя бы несколько? Ну, я вам буду перечислить весь город. Нет, нет, два-три. Ну, давайте два-три такие. Ну, хорошо, ключевые точки. Это, например, очевидно, что это улица Спаская. В её проезжей части очевидно, что это Октябрьский проспект за улицей Воровского до улицы Комсомольской. То есть в нижней части, где и так парковка уже есть? Ну, понимаете, ну, понимаете, это не парковка, это набор техники стихийной, которую свезли, вот она зимой стоит. Это безобразие, которое вообще, на самом деле, продолжается у нас по всему городу. И если говорить, например, о том, что изменится, я могу совершенно точно сказать, что уже сегодня в рамках рабочей группы совместно с ГИБДД уже и с правительством принято решение, значит, организовывать штрафстоянки, куда будет свозиться вся техника, особенно тяжёлая техника, которая почему-то на зиму оставляется на улицах нашего города. У нас есть несколько мест, так скажем, знаковых, где это всё видно. Это проспект Строителей, это Октябрьский тоже самый проспект, это улица Воровского, это улица, почему-то, Циолковского, это улица Дзержинского, где уйма этой техники. Это улица Чистопрудненская, Мостовицкая, где почему-то тоже вот эта техника складируется прям одна с другой. Там стоят и какие-то газы какие-то, там, команды какие-то, фуры. Ну, то есть это безобразие вообще полное. И я могу сказать, что вот с этим как раз злом мы будем бороться прежде всего, потому что не так страшен легковой транспорт, который оставляется на улицах. Это тоже, конечно, непорядок, но самое главное, что вот у нас огромное количество людей, которые почему-то на зиму паркуют свои форы, свою какую-то тяжёлую технику по всему городу. Вот это вот вообще непонятно. Остается полтора минуты до завершения первого часа. Напомню нашим слушателям, что мы начнём принимать звонки ваши с вопросами и предложениями сети менеджеру во втором часе после 12.06, но всё-таки здесь должны договориться. Появятся ли у нас в этом году уже паркоматы и платные парковки или нет? Илья Вячеславович. Ну, организация платных парковок – это на самом деле процесс такой довольно болезненный, социально много недовольства может вызвать, поэтому сегодня мы вообще просто должны организовать парковочные пространства. Платные и бесплатные – это пока вообще вопрос последующий. Сначала мы должны горожанам чётко обозначить, где у нас, на каких условиях, по каким правилам располагаются парковочные места. Потому что, например, если мы поворачиваем с Преабаженского на Ленина, то мы видим, что масса припаркованного транспорта, который паркуется под 45 градусов к обочине, они просто создают большое сужение улицы Ленина. При движении вниз они закрывают полностью правый ряд. Да, но это потому, что у нас торговые центры не имеют парковок. Ну, это вот, понимаете, а нужно бы по-хорошему, если уж паркуетесь, то, по крайней мере, паркуетесь вдоль дороги, тогда вы не будете создавать проблем. И вот таких мест, которые нужно вот с карандашиком, что называется, расписать все правила, как здесь нужно парковаться, это у нас предстоит большая работа. У нас остаётся вот буквально полминуты, и всё-таки мне тогда непонятно. Вот эти документы, которые подписаны были в Сочи с Ростелекомом, о чём они говорят? Если всё равно все дальнейшие действия и проекты должны быть выставлены на конкурс, на аукцион, и кто-то ещё может зайти, то роль Ростелекома, собственно говоря, вот этого документа, он о чём говорит? Дело в том, что Ростелеком имеет опыт в реализации части этих проектов. В этом регионе, в другом регионе. И наше взаимодействие с городом при подготовке, при просчёте, при обдумывании этого проекта, оно будет, вот наш опыт, поможет городу правильно создать техническое задание для реализации установленного проекта. А в дальнейшем это закон. Город его не обойдёт, любая реализация пойдёт в соответствии с федеральным законом. 44-й ФЗ. То есть вы будете выступать в качестве куратора этого проекта вне зависимости от того, кто будет реализовывать или нет? Мы будем помогать. Или только на старте? Помогать? Мы помогаем реализовывать. И в процессе тоже. Спасибо. Илья Шульгин остаётся с нами на второй час. После 12.06 мы принимаем звонки по телефону 211-101. Группа ВКонтакте работает. Оставляйте свои запросы и там. Прощаемся с Евгением Валовым, директором кировского филиала PowerRostelecom. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Не переключайтесь. Урбан. Программа о городских проектах.